Итак, ребята, всем привет! Сегодня мы с вами продолжаем разбирать рабочую тетрадь за 8 класс и на этот раз модуль 1 под буковкой G Read the text and fill in the missing words Упражнение первое. Прочитайте текст и заполните пропущенные слова Stylish bossy, hold creative, uncomfortable, crazy Итак Too Too cool for school Слишком прикольный для школы You've always wanted to be popular in school Вы всегда бы хотели быть популярными в школе You've dreamed a thousand times what it would be like to be the star of your school's football team or that tall blonde girl who everyone fancies Вы мечтали тысячи раз Каково это быть звездой в футбольной команде в вашей школе или той высокой девочкой-блондинкой которая которая всем нравится Cool people are attractive, confident and always wear stylish outfits Прикольные люди, привлекательные, уверенные в себе и всегда носят стильную Ну, outfit, одежду Everyone wants to hang out with them Все хотят с ними потусоваться, зависнуть, погулять But often cool people aren't very nice Но часто прикольные люди не очень хорошие They can be selfish and bossy Они могут быть эгоистичными и И любят командовать At times they get impatient with people who might be shy and a bit quiet Временами они нетерпеливы по отношению к людям, которые могут быть робкими, скромными или немного тихими То есть, ребята, мы вставляем слова stylish и bossy Далее If you really want to make some true friends, here are some tips Если действительно хочешь завести по-настоящему верных друзей, вот несколько подсказок Don't choose friends based on looks Не выбирайте друзей по внешнему виду What really matters in a friend is not being slim and beautiful, but reliable and generous Что действительно имеет значение в друге? Это не быть худым и красивым, но быть надежным и щедрым Choose friends who are humorous, talkative and who never treat others badly Выбирайте друзей, которые имеют чувство юмора, разговорчивые и никогда не относятся к другим плохо In fact, these are the people who are truly cool Фактически, именно эти люди по-настоящему прикольные Try to choose friends that you can actually benefit from Попытайтесь выбрать друзей, от которых вы можете получить какие-то преимущества, бенефиты Those who are creative and have interests other than fashion and parties Это те, кто творческие и у кого интересы, есть другие интересы, помимо моды и вечеринок Be flexible But don't say or do things that make you feel uncomfortable Just to make cool people like you Будьте гибкими, но не говорите и делайте вещей, в которых вы чувствуете себя некомфортно Но чтобы сделать так, чтобы прикольные люди, то есть вы им нравились Always pick your mind Всегда говорите свое мнение Those who really care for you will still be your friends Even if at times you drive them crazy Те, кому действительно вы дороги, будут оставаться вашими друзьями Даже несмотря на то, что временами вы сводите их с ума Remember, помните Real friends are those you can open up to Помните, настоящие друзья Те, кому вы можете открыться То есть вести себя открыто с кем Ребята, выставляем uncomfortable, некомфортно и crazy Creative, uncomfortable, crazy Далее Those who will hold their turn and will never give away your secrets Те, которые будут, держайтесь за зубами и никогда не выйдут от ваших секретов Take a minute and think Подумайте минуточку What really matters? Что на самом деле имеет значение? Making friends that count or counting friends Иметь друзей, на которых вы можете рассчитывать или считать друзей То есть имеется в виду, наверное, большое количество друзей Далее, ребята, перейдем к второму упражнению Read the text and mark the statements as true or false Прочитайте текст и отметьте утверждение True, правда или false, неправда Итак, ребята Первое Popular kids in school are often selfish and bossy Популярные ребята в школе, обычно эгоистичные и любят командовать Ребята, это true, правда Второе A true friend should be reliable and generous Настоящий друг должен быть, чтобы на него можно было положиться И он должен быть щедрый Это тоже true, правда Третье It's better to hold your tongue and never speak your mind Or you will end up all alone Лучше держать язык за зубами и никогда не высказывать свое мнение О, вы будете одни Это false, это неправда Далее, ребята, четвертое The only way to make new friends is by doing everything they ask you to do Единственный способ завести новых друзей – это сделать все, что они просят вас сделать Ребята, ну это, конечно же, четвертое false, неправда Далее Ребята, не перепутайте, видите, тут буковки высоко стоят То есть четвертое – это false, неправда Пятое You will benefit more from having one friend who is creative and interesting Than having ten who are boring У вас будет больше преимуществ, если вы будете иметь одного друга, кто креативный и интересный Чем десять, которые скучны Ребята, это true, пятое Шестое A true friend should be able to keep your secrets Настоящий друг должен быть способен сохранить ваши секреты Это, конечно же, true Седьмое A true friend will care for you, even if at times you get on their nerves Настоящий друг будет заботиться о вас Даже если временами вы действуете ему на нервы Ребята, и это, конечно же, true, правда Восьмое What really matters is having a lot of friends Что действительно имеет значение – это иметь много друзей Это false, это неправда Девятое Я уже сама запуталась в этих буквах Ребята, будьте внимательны То есть восьмое – это F False Девятое People who are truly cool are talkative and friendly Люди, которые действительно прикольные, они разговорчивые и дружелюбные Это true И десятое Cool people are usually ugly Прикольные люди, люди обычно некрасивые Это, конечно же, false, неправда Итак, ребята, перейдем к третьему упражнению Под A Напишите три негативных прилагательных, которые вы нашли в тексте Под B Напишите три позитивных, положительных прилагательных, которые вы нашли в тексте Под C Write the opposites of the adjectives in bold Напишите противоположные, прилагательные, темы, которые выделены жирным шрифтом Итак, ребята, а между тем, пожалуйста, обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не потеряться И обязательно смотрите видео с разбором тестов, то есть контрольных работ после каждого модуля Эти контрольные работы должны быть у вас в школе Итак, значит, негативные – это selfish, borsy, impatient Позитивные прилагательные – reliable, generous, confident И opposites – противоположные – confident, shy То есть уверенные в себе робкие Reliable, unreliable, надежный, ненадежный Selfish, generous, эгоистичный, щедрый И flexible, stubborn, гибкий, упрямый Так, ребята, а сейчас мы перейдем с вами к следующему К следующей части, модуль 1 под буковкой H И смотрим на первое упражнение Fill in – I, smart, mind, pain Заполните данными словами Итак, ребята, первое Профайл Ким, 16 лет, country I'm optimistic and easy-going And I'm never afraid to speak my mind Я оптимистична и легка в общении Я никогда не боюсь высказывать моего мнения Speak my mind Далее Джон, 16 лет, York I'm sensitive and shy I can never find the right thing to say to break the ice Я чувствительный и робкий И никогда не могу найти правильные вещи, чтобы разбить лед То есть, чтобы начать разговор Правильные вещи сказать, чтобы начать разговор Break the ice То есть, английское idioma Разбить Разбить лед Начать разговор Начать что-то делать Далее, ребята Helen, 17 лет, Newcastle I'm stubborn and impatient And I can be pain in the neck at times Я упрямая и нетерпеливая И я могу быть какой-то в горле временами Pain in the neck Далее Я честная, но ненадежная Я свожу моего лучшего друга с ума Потому что я никогда не прихожу или ничего не делаю вовремя Итак, ребята А теперь перейдем к упражнению под буквкой B Read the profiles and fill in the correct name Прочитайте профайлы и вставьте правильное имя Итак, ребята Первое это Ким Ким всегда на яркой стороне жизни То есть, на позитиве И с ней легко сойтись Второе Второе вставляем имя Helen Helen likes to do things her own way And does not like to wait Хелен нравится делать вещи по-своему И она не любит ждать Третье Мариса Мариса Never lies to people But she is not someone you can rely on Мариса никогда не врет людям Но она не тот, на кого можно положиться Четвертое, ребята Джон John is someone who worries about what others think of him And he finds social situations difficult Джон это тот, кто волнует, что другие о нем думают И он находит какие-то социальные ситуации, общественные ситуации сложными В общем, он сложный в социализации Итак, ребята А теперь перейдем к последнему упражнению А нет, извините Ко второму упражнению Look at the photo Read descriptions And write in the correct name Посмотрите на фото Прочитайте описание И впишите правильное имя Guess who Угадайте кто Дилан, Софи, Джейни, Мэтт Ребята, а между тем Обязательно подписывайтесь на мой канал Чтобы не потеряться И смотрите другие видео С разбором контрольных работ И разбором учебников Итак, ребята, первое He has dark skin and black eyes У него темная кожа и черные глаза He is tall, thin and good looking Он высокий, худой и хорошо выглядит He is friendly, but he can be stubborn at times Он дружелюбный, но иногда он может быть упрямый Ребята, и это четкое описание Дилана Далее Второе He has short dark hair and light brown skin He is of medium build and handsome He is very funny У него короткие темные волосы И светлая коричневая кожа Он среднего строения Телостроения И handsome, красивый Он очень веселый И, похоже, это Мэтт Далее, ребята, пятый She has fair skin, long fair straight hair and brown eyes У нее светлая кожа Длинные, светлые, прямые волосы И коричневые глаза She is slim, tall and pretty Она худая, высокая и красивая She is helpful, but she can be worthy at times Она любит помогать Но, то есть, она всегда готова помочь Но она может быть временами очень Как бы командовать Любит командовать Это ребята Дженни И далее, четвертое She has long dark curly hair Dark skin and black eyes У нее длинные, темные, кудрявые волосы Темная кожа и черные глаза She is of average height, very thin and beautiful Она среднего роста, очень худая и красивая She is quite energetic Она достаточно энергичная И, ребята, это, конечно же, Софи Итак, а теперь мы с вами переходим К последней части первого модуля Под буковкой I Под буковкой I Fill in the correct tense Ставьте правильное имя Teen advice Совет тинейджеру New kid on the block Новенький, так сказать, на квартале Посмотрим Итак, ребята Everyone hates changing schools Все ненавидят менять школы Present simple When I turned 14, my family moved to Canada Когда мне было 14, моя семья переехала в Канаду Это past simple, просто с кончанием ED I still remember how nervous I was about starting my new school Я до сих пор помню, как я нервничала от того, что я начинаю мою новую школу То есть, я remember, я помню сейчас, present simple И была нервничала в words past simple Итак, I didn't make any friends for almost a month У меня не было никаких друзей около месяца Didn't make past simple Then, one day, I was eating lunch all alone A girl named Carrie approached me И затем однажды, когда я ела lunch одна Совсем одна, то есть была в процессе Past continuous Девочка под именем Carrie подошла ко мне То есть, past simple approached Она подошла в то время, как я в процессе ела Поэтому past simple was eating past continuous We have been best friends ever since С тех пор мы лучшие друзья Это present perfect have been She is the most generous and honest person I have ever met in my life Она самый щедрый и честный человек Которого я когда-либо встречала в своей жизни Ребята, и то, и то present perfect Далее I know it seems difficult right now But trust me, it will get better Я знаю, что это кажется трудным сейчас Прямо сейчас, но поверь мне Все будет гораздо лучше То есть, present simple, present simple И будущее время will get You probably think that you will spend a whole year Hanging out with your parents, but you won't Ты, возможно, думаешь, что ты проведешь весь год Только общаясь со своими родителями, но нет Да, и ты думаешь present simple И ты проведешь future simple, да Making friends is not easy It takes time Завести друзей нелегко Это требует времени Present simple isn't, takes Be patient and optimistic Будь терпеливым и оптимистичным Everything will be fine Все будет хорошо Будущее время will be Believe me, I have been there Поверь мне, я была там Это present simple Ой, извините, ребята, present perfect Итак, вот такой текст о новой школе А теперь перейдем ко второму упражнению Look at the pictures and compare three girls Посмотрите на картинки и сравните трех девушек Итак, Сью, Элис и Кэйси Какая высокая Каждая из этих девушек Old – возраст Funny – веселая Helpful – всегда готова помочь Patient – терпеливая И dance well – танцует хорошо Ребята, и пример Элис выше, чем Кэти Но Сью – самая высокая Далее Ребята, давайте посмотрим, как остальные предложения Было бы сделать правильно Итак Сью is older than Kathy But Alice is the oldest Понятно Сью старше, чем Кэти Но Элис самая старшая Далее Кэти забавнее и веселее, чем Сью Но Элис самая веселая Далее Сью is more helpful than Элис But Kathy is the most helpful Сью как бы готова больше помочь, чем Элис Но Кэти из них самая готова помочь всех больше Ну, helpful, то есть человек, который вам всегда помогает Далее Кэти более терпеливая, чем Элис Но Сью – самая терпеливая Далее Кэти танцует лучше, чем Сью Но Элис танцует лучше всех Далее, ребята Перейдем к третьему, последнему упражнению А между тем, обязательно поставьте подписку Put the adjectives, adverbs in brackets into the comparative or superlative form Adding any necessary words Поставьте прилагательные наречия в скобках В сравнительную превосходную степень Добавьте слова, если необходимо Итак Tony is very intelligent, isn't he? Tony Очень умный, не так ли? Yes, he is Да He is the smartest person I know Он самый умный человек, которого я знаю The smartest Далее Второе What do you think of Katie? Что ты думаешь о Кэти? Well, I don't think she Ребята, и здесь мы вставляем As kind as She looks Ну, я не думаю, что она такая добрая, какой она выглядит Третье How was the chemistry exam? Как прошел экзамен по химии? It was much Ребята, он был гораздо легче easier than the physics exam Он был гораздо легче, чем экзамен по физике Далее, четвертое, ребята Donner is getting В данном случае Better and better at tennis Oh, really? That's surprising Донна становится лучше и лучше в теннисе Действительно, это удивительно Пятое I think it's time to go Я думаю, пора идти You are right The sooner we leave, the sooner we'll get home Так Я думаю, пора идти Ты прав? Чем быстрее мы уйдем, тем быстрее мы доберемся до дома Далее, шестое Ник был самым быстрым бегуном в гонках Не так ли? Это правда Никто не мог его побить Ну, как бы имеется в виду Победить Итак, ребята, а теперь перейдем к четвертому упражнению Use the table below to describe Mark's friends Используйте табличку ниже, чтобы описать друзей Марком Используйте Quite Quite Very, really pretty A bit A little И Ребята, качество прилагательное Sensitive, boring Чувствительный, скучный Reliable, bossy Надежный, любит командовать Helpful, impatient Услужливый, нетерпеливый Friendly, stubborn Дружелюбный, упрямый Давайте попробуем Итак, ребята Первое Иоан Ян 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 Достаточно Чувствительный, но он может быть достаточно скучным Второе Иоан 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 может быть нетерпеливая. И Ирина, четвертая, Ирина очень красивая, но она может быть действительно упрямой. Итак, ребята, перейдем к пятому упражнению. И у нас останется с вами только translate is corner, уголок переводчика. Давайте попробуем. Итак, form sentences and complete the interview. Сформируйте предложение и закончите интервью, и дополните интервью. Interview with the student of the month, September, Annie Gates. Интервью со студентом месяца, сентябрь, Annie Gates. Итак, ребята, давайте сразу прочитаем, как нужно было это сделать. Первое. How many hours do you usually study a day? Сколько часов в день вы обычно учитесь? Ответ. At the moment, I'm preparing for my final exams, so I'm studying at least five hours a day. В данный момент я готовлюсь к моим экзаменам, поэтому я учусь по крайней мере пять часов в день. Второе. What do you plan to study at university? Что вы планируете изучать в университете? I'm thinking of studying law. Я думаю о том, чтобы изучать закон. Третье. When was the last time you went out with your friends? Когда был последний раз, когда вы ходили гулять с друзьями? It was a month ago. I rarely go out these days. Это было месяц назад. Я редко хожу куда-то гулять в эти дни. Ребята, обязательно не забудьте подписаться, если мой канал вам помогает. И перейдем к Translators Corner. Так, и шестое и седьмое упражнения. Значит, как будет по-английски. Это слово-сочетание. И как будет по-английски, это у нас уже предложение даже мини-текста. Ребята, я вам сейчас покажу правильные ответы. А вы, пожалуйста, не выключайте мое видео на стоп, а то получается, что ответы вы списываете, а видео, как бы это плохо влияет на видео. Поэтому, пожалуйста, просмотрите его до конца или хотя бы включите на мьют и списывайте. Давайте попробуем. Итак, И переведите ситуацию на английский язык. Мой лучший друг Нина. Она очень красивая девушка с рыжими волнистыми волосами, которые она носит по плечи, с длиной по плечи. Ее темные зеленые миндалевидные глаза делают ее очень привлекательной. Нина дружелюбная и общительная, с хорошим чувством юмора. Она легко разбивает лед, то есть она легко начинает разговор в любой новой компании. Всегда улыбающаяся, легкая в общении. Нина заводит много друзей. Нина очень надежный друг, потому что она мне готова помочь в разных ситуациях. Она мне помогает с моими уроками по математике. Но иногда она очень упрямая и не хочет объяснять материал снова. Но я на нее не злюсь. Нина очень творческая, энергичная личность, и у нее много хобби. Она ходит на плавание, фотографию, и она член театрального... Я удивляюсь, что у нее есть время для всего. Я очень горжусь моим другом. Ребята, и далее. Второе. Привет, меня зовут Саша. Мы встречались раньше. Я так не думаю. Я Наташа. Nice to meet you, Наташа. Are you new here? Yes. We've just moved here, and now I go to this school. Я Наташа. Приятно познакомиться. Ты новенькая здесь? Да, мы только что переехали, и сейчас я хожу в эту школу. Welcome to the neighborhood and our school. Добро пожаловать в нашу местность и школу. When did you move? Когда ты переехала? A week ago. Неделю назад. Have you been living here long? Ты живешь здесь давно? Since childhood. Childhood. For 15 years. Из детства. 15 лет. That makes us the same age. О, значит, мы одного возраста. I turned 15 in next October. Мне 15 в следующем октябре. Maybe we are in the same class. Может быть, мы в одном и том же классе? I'm in class A, and you? I think class B. Я в классе A. Я думаю, я в B. Will you join us to the cinema tonight? Ты пойдешь с нами сегодня в кино? That sounds great. Звучит неплохо. I'd love to. Я бы хотела. Thank you for invitation. Спасибо за приглашение. See you later. See you. Увидимся. Увидимся. Ребята, на этом все. Всем счастливо. Всем пока. Встретимся во втором модуле.